Год назад стал замечать тенденции, которые раньше не замечалось. Договариваешься с человеком о собеседовании, уделяешь под это время. А надо сказать, что на всех работах, как правило, на которых я работал, не требовалось моего физического присутствия 24 часа в сутки. То есть, понятное дело, что когда петух в одно место клевал, то ты там пребывал даже иногда сверх нормы. Но когда ты видел, что процесс идет, и без тебя, и твои немногочисленные подопечные прекрасно справляются, то ты, в общем-то, и не приезжал. Поскольку мы живем в такой, знаете ли, продвинутый век, когда определенные виды работ могут выполняться дистанционно. И вот договариваешься ты с каким человеком, ищешь там себе какого-нибудь очередного проект-менеджера, копирайтера, дизайнера и так далее. И он не приходит. Ну ладно, он не приходит, но когда ты не приходишь, ты что делаешь? Ты сначала звонишь, ну или как минимум пишешь, говоришь, что, знаете, не могу, не хочу, не нравится. Ну окей, вопрос снят. Ну просто не приходит. И вот раз, два, три, я начинаю понимать, что я ничего не понимаю. Поговорил с директором PHR, она говорит, ты знаешь, а это вот по всем общенаправлениям как бы у нас в агентстве. То есть везде, куда ни ткни, люди просто забивают болт. И не предупреждают об этом. То есть ты сидишь, его ждешь, у тебя как бы под это зарезервировано время твое личное, а он не пришел. Он просто забил болт. И надо сказать, что это довольно симптоматично, поскольку меня всегда расстраивает не то, что человек там, не знаю, тебя послал. Ну это, ну бывает. Конечно, это у тебя вызывает какие-то определенные эмоции, ощущения и так далее. Но ты задаешь конкретный вопрос, там, не знаю, ты сделаешь, когда ты сделаешь, что тебе для этого надо. Ну то есть ты предварительно с ним о чем-то говорился и задаешь ему какие-то наводящие вопросы. Ответа нет. Ну то есть просто нет ответа. Нигде. Ни по телефону, там, ни в личных сообщениях, нигде. И ты не понимаешь, как тебя в этой ситуации вести. Ну то есть как бы ты передумал. Ну то есть вы о чем-то договорились, но ты передумал. Окей, это некрасиво, это некорректно, но по крайней мере это определенный выход из ситуации. Ну там скажи, извини, нет. Да пошел в жопу даже. В конце концов ответ какой-никакой. Ну то есть он неприятный, обидный, но ты понимаешь, что тебе делать дальше. Ты закрываешь эту тему и, соответственно, ищешь другие пути решения проблемы. Но ответа нет. У меня бывало несколько случаев, когда я думал, ну, наверное, все это дело отвалилось. Причем и по рабочим моментам, и по экскурсионным моментам. И как бы переигрывал там планы, менял там людей, менял команду. А тут вдруг выясняется, что оказывается, этот человек думал, что нет, он все еще в теме. И когда он о себе напоминал, там, спустя, не знаю, несколько дней, неделю, а бывало, что там и месяц, ты говорил, алло. То есть как бы, ну, все изменилось. Да, мы о чем-то договорились, конечно, но вот у нас нету контракта, у нас нету того-сего, и как бы я ждал вот ответа, вот я писал, вот я звонил, ответа не было, извини, пожалуйста, милый друг, я все поменял. Начинаются даже какие-то, знаете, обидки такие, мол, типа, ну, я не знаю, ну, то есть он, ты царь, ты король, ты вообще кто? То есть почему я должен сидеть и играть в шамана, и думать, что там у него в голове, как он повернется в следующий раз? То есть он согласит свое величество или не согласится? Выдержит ли он намеченные сроки или не выдержит? И вот эта история меня в последние несколько лет преследует сплошь и рядом. То есть я всегда стараюсь по возможности людям все-таки отвечать. Ну, то есть как бы я смогу кратко, там, нет, да, хотя стараюсь более развернуто, но тем не менее я понимаю, что от меня ждут определенные реакции, соответственно, мне нужно что-то сделать. Ну, по крайней мере, я имею в виду на какие-то конструктивные вопросы. Я не имею в виду там совершенно порой неадекватные комментарии, которых тем меньше и меньше становится, но тем не менее они присутствуют. А я имею в виду вопросы по существу. А у меня бывает обратная ситуация, когда ты вопрос задаешь определенный, ты ждешь, и ответа нет. Причем это вот абсолютно в разных сферах. Это как с совершенно незнакомыми людьми, так, в общем-то, с людьми, с которыми ты там, не знаю, работал долгое время, или по крайней мере тебе рекомендовали их как там турбо-мега-супер-пупер-профессионалов. Что-то ты сделал с ним, что-то вы, о чем-то вы договорились, и все, человек слился. Почему так? Ну, то есть, ведь мир круглый, понимаете, тесный, шарик круглый, мир тесный. У меня есть классическая история, которую я даже не помню. Может быть, я и рассказывал в одном из выпусков, но я люблю повторять, потому что она меня в свое время потрясла. То есть, насколько нельзя вообще, особенно в профессиональной среде, портить отношения с любыми людьми, даже если там, не знаю, твой начальник или твой подчиненный, ну, совсем мудак. Ну, лучше расстаться корректно, потому что ты никогда не знаешь, что будет через три года, где ты окажешься, на каком рабочем месте, в каком вообще состоянии страна наша будет, в конце концов. Я работал в Москве, в таком большом-большом глянцевом журнале, главным редактором, и этот журнал открывался в Петербурге. И местная, соответственно, директриса-редактриса, она искала себе пиарщицу. И она меня спросила, зная, что я из Питера, кого-то порекомендовать. И у меня была знакомая, она долгое время пиарила, такой легендарный клуб-тоннель у нас был, такой реверско-наркоманский, сейчас его, кстати, по-моему, засыпают, на самом деле. Насколько я помню, все, не доехать, не проверить эту информацию, потому что он был в бывшем бомбоубежище сделанном. Я вот ей звоню, говорю, ты как там? Она говорит, ну я вот без работы, я говорю, вот как раз есть возможность. Она говорит, ну нормально, все. И я, соответственно, звоню этой редактрисе, директрисе, говорю, вот есть такая девушка, начинаю ее описывать. И тут уже такая пауза. И она говорит, вы знаете, Павел, я не могу взять ее на работу. Я говорю, а что, в чем проблема? Она говорит, вы знаете, она снимала у меня квартиру и съехала, не заплатив. То есть, хорошо, что я сидел в тот момент, потому что, ну вот, представьте себе, насколько все тесно переплетается и прочее. И почему люди считают, что если они забили болт вот в определенной сфере, это потом как-то не аукнется на их профессиональном пути, для меня совершенно непонятно. И это же, ну, определенный реномат, твое, в конце концов, то же самое профессиональное. То есть, почему там я или еще кто-то, или еще кто-то там рос, 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 и по своей карьерной лестнице, и там, ну, я там на своем уровне, кто-то на большем уровне, другой на меньшем уровне, но чего-то добивался. Да просто потому, что я старался за свои слова отвечать, и если уж что-то пообещал, то это нужно выполнять. Бывали даже такие ситуации, когда, когда ты пообещал, там, не знаю, какому фрилансеру, подрядчику денег, а выяснилось, что оказывается, там, у нас внутри агентства начинается какая-то там фигня с клиентом и так далее, этих денег нет, и приходилось платить из своего кармана. Потому что твое реноме дороже, чем, чем все остальное. Я не говорю, что это был там распространенный случай, что вот у меня крылья за спиной растут, но, по крайней мере, я понимал, это не имеет никакого отношения к крыльям за спиной, это имеет отношение просто к профессиональному подходу к делу. И все. Мы сейчас не говорим о том, что кто-то хороший помогает, я не знаю, там, больным детям. Нет, мы говорим про какие-то определенные стандарты, которые должны выдерживаться, если ты собираешься проявить себя в этой жизни, в этом мире и чего-то там добиться, в конце концов. И вот, когда я вижу, как человек просто срет себе в профессиональную карму, я просто отказываюсь от этого понимать. Ибо, опять-таки, если масштабировать это из твоей профессиональной среды вовне, то, собственно, вот вам картина современной российской жизни. Это тотальный, тотальный пофигизм. Просто тотальнейший. Причем, но бывают ситуации, когда твой пофигизм, он, ну, может, и позитивную роль играть, в том случае, когда тебя, не знаю, там, оскорбляет или, там, когда твой благоверный начинает пилить тебе мозг, и ты, как бы, включаешь вот так. Но это ведь какие-то единичные отрезки времени. Он не может быть постоянным и отражаться везде. И второй момент, о котором я, ну, в той или иной мере упоминаю, просто в разных аспектах, это, конечно, поразительная тупизна, причем, свойственная порой людям, ну, в общем-то, обремененным определенной мозговой деятельностью, ты это как-то предугадываешь или видишь. Самая распространенная история, которую, вот, мы тут обсуждали недавно с некоторыми совершенно разными людьми, это вопросы, которые тебе пишут под роликами, в твоих социальных сетях, на странице и так далее. А что это такое? А что значит этот термин? А кто это такое? 21 век на дворе. Мир изобрел прекрасные средства вычленения информации. Это поисковые системы. Все, что нужно, это на клавиатуре пальчиками совершить определенные манипуляции, либо этими же пальчиками только на вашем девайсе сделать то же самое. И вуаля, вот он ответ. Сейчас там есть все абсолютно. Это не требует на самом деле никакой сверхквалификации, это не требует никакой подготовки, это не требует никакого глобального опыта, это требует иногда нескольких секунд личного времени, чтобы это дело вбить. И потом, ну, в зависимости от того, что вы ищете, тоже либо нескольких секунд, либо нескольких минут для того, чтобы это прочитать. Все. Когда человек задает такой вопрос, он демонстрирует свою, я даже не знаю, что, может быть, это и не тупость на самом деле, это, знаете, это такая атрофия мозга, это интеллектуальный жир, который он нарастил, он не хочет самостоятельно ничего делать, ему нужно все разжевать и положить в рот. Люди настолько привыкли к тому, что ему, что им там с голубых мониторов или, я не знаю, с ваших девайсов, какой-нибудь турбомегаблогер все расскажет и все разживет, что они иногда попадают в ступор, когда он этого не делает, когда он, в общем-то, пытается поставить вопрос и дать возможность им самостоятельно ответить. Более того, некоторых это бесит. А что это, а что это, как это? Ну, буквально в одном из последних выпусков я прямо в ролике сказал, что, ну вот, погуглите про марку автомобиля Ауди. Было много комментариев. А что там с этим Ауди, с этой Ауди не так? Ну, возьми, дружочек, ну, в конце концов в Википедию залезь. Википедия это прекрасный ресурс. Его некоторые хают, я молюсь на него, это замечательнейший ресурс. Хотя бы потому, что там есть ссылки на многие источники. И ты можешь посмотреть, что там так и что там не так. И раз уж мы заговорили про Википедию, я хочу привести вам один пример, который меня, честно говоря, убил. Дело в том, что в определенных сферах есть некий корпус источников, который постоянно используется. То есть, например, если мы говорим про всяких там великих князей, царей, императоров и так далее, российских я имею ввиду, то это, конечно же, в зависимости от периода. Ну, вот книга, которую я постоянно всем рекомендую, например, воспоминания Анны Федоровны Тютчевой, замечательнейшая книга. Затем, если брать более поздний период, то это, конечно же, статус-секретарь Половцов или Половцев его там по-разному называют. Потом, вот это вот генеральша Богданович очень тоже любит цитировать. Воспоминания Сандро, великого князя, но это у него такая кличка была семейная. Затем Масолов или тоже Масолов по-разному, там, при дворе последнего императора. В общем, есть определенный набор вот воспоминаний, которые, если вы залезете в Википедию и увидите там какой-нибудь там великого князя или великую княгинию, то, скорее всего, вы найдете там цитату из одного из этих вот источников. Если мы говорим про там тему, которой я постоянно занимаюсь, там, история древолюционного терроризма, то это, конечно же, да, все вот эти здания, не знаю, есть ли они у меня, но вот стоит там, вам не видно. Один из томов Охранка, это воспоминания всех этих профессионалов сыска, все время мною цитируемые воспоминания Александра Герасимова, начальника охранного отделения, там, Курлов, про, значит, я уж не помню, как отзывается, что-то там конец Российской империи или что-то в этом духе, джунковские воспоминания, ну, в общем, есть опять-таки целый корпус воспоминаний, который, опять-таки, вы залезаете в Википедию, находите какую-то интересующую вас персону и вуаля, там, скорее всего, они будут. И я, на самом деле, когда иногда вот, ну, готовлю там свои видео, лекции и так далее, я, естественно, мониторирую, что есть в интернете, залезаю на страницы вики и смотрю, источники какие-то приводятся. И если я вижу, что, например, вот у меня в руках книжка и там приводится цитата оттуда, то я стараюсь, ну, хотя бы эту цитату сделать побольше или все-таки дернуть из другого места. Ну, чтобы, если вдруг найдется такой дотошный человек, который перепроверит, чтобы было видно, что я, ну, не тупо взял там и перелатал. И каково же было мое удивление, я тут просто буквально скоро опять полечу в Нижний Новгород, снимать там четыре ролика. Один из них будет посвящен Якову Свердлову или Свердлову. И я решил, естественно, рассказать не только про него, но и про его брата старшего, Зиновия Пешкова, поскольку он взял соответственно фамилию крестного отца Максима Горького, который Алексей Пешков, все очень сложно, в этой Геральдике. Ну и, собственно, их судьба развела. Родин стал Героем Франции, Орден Почетного Легиона без руки остался, а другой был, ну, можно так утрированно сказать, президентом Молодой Советской Республики. И надо сказать, что если один это у нас икона советской идеологии, то про второго никакой информации в СССР не было. В общем, есть, на самом деле, немало об этом и написано, и снято. И наткнулся я на лекцию многоуважаемого господина Сванидзе. Не на лекцию, а у него выпуск. У него есть такой просветительский проект, «История Митцех», по-моему, называется, на любимом Дожде или Ехе Москвы. Ну, в общем, короче, где-то там. Ну, оно есть, вы можете вбить и найдете. Яков Сверлов, Сванидзе, там вам сразу вылезет. И вот я в машине. Я слушаю с телефона, поэтому, когда мне пишут, а почему нет аудиоверсии, я не понимаю этот вопрос. Ну, вот мне аудиоверсия не нужна. Я включаю и слушаю так, в конце концов. Да, это видео. У меня большинство видео, они, ну, сейчас вот я говорю, а большинство видео я показываю какие-то картинки, там, что-то еще рассказываю, и я не понимаю, зачем в данном случае аудио. Ну, потому что вы не увидите каких-то важных моментов. Ну, это так, опять-таки, к слову, почему то, что я могу делать, не могут делать другие. Вот этот вопрос тоже поражающий меня. Я обещал рассказать о том, как они вспоминали друг о друге со Сталиным. Интересно вспоминали, я должен сказать. Значит, описывает Сталин возложение Никита Сергеевича Хрущева, правда, который писал свои воспоминания уже позже, и Сталина там вовсе не гладил по головке, но здесь присутствуют конкретные вещи, которые вряд ли Никита Сергеевич Хрущев сам придумал. И не думаю, что в отношениях Сталина и Хрущева он, так сказать, здесь как-то пытался именно здесь Сталина как-то очернить. У него были для этого другие поводы, Сталин их давал во множество. Так вот, что пишет Хрущев, как бы цитируя Сталина. в ссылке они Сталин и Свердлов. Сталин говорит, мы готовили себе обед сами. Собственно, там и делать-то было нечего, потому что мы не работали, а жили на средства, которые выдавала нам казна. Три рубля в месяц. Еще партия нам помогала. Главным образом, мы промышляли тем, что ловили Нельму. Большой специальности для этого не требовалось. На охоту тоже ходили. У меня была собака, я ее назвал Яшкой. Конечно, это было неприятно Свердлову. Он Яшка и собака Яшка. Так вот, Свердлов бывало после обеда моет ложки и тарелки. А я никогда этого не делал. Поем, поставлю тарелки на пол. Собак все вылежит и все чисто. А тот был чистюля. Это пишет Сталин о Свердлове. Свердлов пишет о Сталине. Это уже чистая цитата Свердлова из его письма о некой неизвестной даме 1914 года в Париж. Письмо имеет свой архивный адрес. Мы с приятелем, это он пишет о Сталине, он его называет приятелем и так далее. Мы с приятелем во многом разнимся. Он очень живой человек и сохранил, несмотря на свои 40 лет, ну, это 2014 год, и несмотря на свои 40 лет, способность живо реагировать на самые различные явления. Во многих случаях у него возникают новые вопросы. Там, где для меня их уже нет. В этом смысле он свежее меня. Не подумай, что я ставлю его выше себя. Нет, я крупнее. Это он сам сознает. Это пишет Свердлов о Сталине. Теоретические вопросы вызывают мало споров, да и нет особого интереса спорить с ним, ибо у меня значительный перевес. Поспорили, сыграли партию в шахматы, я дал ему мат, затем разошлись за поздним временем, а утром снова встретимся и так каждый день. Нас на Курейке только двое. Курейка — это село, где они были в Сибири, где они были в Труханском крае, в ссылке. Это пишет Свердлов о Сталине. Троцкий в статье памяти Свердлова писал, «Свердлов был невысокого роста, очень худощавый, сухопарый, брюнет, с резкими чертами худого лица. Его сильный, пожалуй, даже могучий голос мог показаться несоответствующим физическому складу. В еще большей степени это можно было, однако, сказать про его характер, но такого могло быть впечатление лишь поначалу, а затем физический облик сливался с духовным. И эта невысокая, худощавая фигура со спокойной, непреклонной волей и сильным, но негибким голосом выступала как законченный образ. И дальше продолжает Троцкий. «Ничего», говорил иногда Владимир Ильич в каком-либо затруднительном случае, «Свердлов скажет это им, свердловским басом, и дело уладится». И дальше процитирую Троцкого, это интересно. «В первый по-октябрьский период враги называли коммунистов, как известно, кожаными по одежде. Думаю, что во введении кожаной формы большую роль сыграл пример Свердлова. Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы, то есть от сапог до кожаной фуражки. От него, как от центральной организационной фигуры, эта одежда, как-то отвечавшая характеру того времени, широко распространилась. Вот так вот. Ленин сказал прочувственные слова, ну, точнее, на похоронах, открывая восьмой съезд партии, но, тем не менее, слово было, его речь была посвящена Свердлову, и фактически похоронная, и он сказал, в эту эпоху, ленинские слова, ленинская цитата, в эту эпоху, в самом начале двадцатого века, перед нами был товарищ Свердлов, как наиболее отчеканенный тип профессионального революционера. Наиболее отчеканенный тип профессионального революционера. Формулировка Ленина. А на похоронах непосредственно, о чем я сказал, он сказал другие слова, мы опустили в могилу, сказал Ленин, скорбно, он не плакал на его похоронах, он плакал дважды, я бы мне показался об этом говорить, дважды видели Ленина плачущим на похоронах, а именно на похоронах Инесса Арман, своей возлюбленной, и на похоронах своего родственника, брата, своей сестра Анны Ильиничной, с которым он дружил. Здесь он не плакал, но тем не менее скорбел, и он сказал, мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы. Это было сказано 18 марта 1919 года, ровно день в день сто лет назад были сказаны эти слова Ленина о Свердлове. И еще одна вещь, без которой портрет был бы неполным. Уже в 90-е годы было обнаружено письмо Генриха Ягоды, в 30-е годы, в первой половине 30-х руководителя НКВД к Сталину. А, кстати, Ягода был женат на племяннице Свердлова на Иде Авербах. Так вот, Ягода пишет это письмо 27 июля 1935 года. И в нем нарком внутренних дел, руководитель НКВД, сообщал, на складе коменданта Кребля обнаружил личный сейф Яков Михайлович Свердлова, который не вскрывался 16 лет, прошедший со дня его смерти, и ключ от которого был утерян. В сейфе оказались золотые монеты царской чеканки на астрономическую сумму, свыше 700 золотых изделий с драгоценными камнями, множество чистых бланков, паспортов и заполненных паспортов на имя самого Свердлова и других неизвестных никому лиц и облигаций царского времени. То ли это был общак большевиков, то ли это была коллекция самого Свердлова, неизвестно. То есть, что делает Сванидзе? Он берет цитаты из Википедии, вот причем вот по порядку, как они идут, так он их и берет от первой до последней строчки. Почему? Потому что он, чтобы найти первоисточники, нужно потратить усилия, а он это не станет делать, и их цитирует. Почему он это делает? Ну, по одной простой причине, он знает, что никто никогда в жизни не полезет перепроверять его. То есть, в принципе, любой другой человек, обладающий, ну, возможностью увязывать слова в логические цепочки, может сесть и точно так же прочитать цитаты из страниц Википедии, и вуаля, вот уже просветительский проект. И это очень показательно. На самом деле, так действует не только Сванидзе, я уверен, так действуют многие. А почему так действует? Да потому что никто никогда ничего не перепроверяет вообще. Вот сделать там копипасту или там, услышав какую-то цитату, просто вбить ее в поисковик, это выше, не знаю, всего на белом свете. Хотя, опять-таки, это не требует никакой специальной подготовки. Это просто показатель того, что человек о чем-то задумался, человек попробовал ну, для себя самостоятельно что-то выяснить. Но нет. И вот эти два фактора, выражаясь старославянским, комбайнд, да, прекрасный пофигизм и вот такая совершенно запредельная, еще раз хочу сказать, это может быть не тупость, а какая-то туполенность, я уже даже не знаю, какой-то новый термин нужно вводить. Вот они, как мне кажется, это просто самый настоящий бич нашей современной России и возвращаясь опять-таки ко всем вот этим вот историям воинственным, что мы такие великие и тараля-ля. Ну, я вот, не знаю, там, изучаю историю древолюционной России, изучаю историю Второй мировой войны, что-то как-то, может быть, тогда и были какие-то великие люди, но что-то в наше время я не понимаю, где все это величие. Ну, то есть, я с этой паре начинаю что-то там декларировать, начиная с того, что там можем повторить и так далее, кто к нам с мечом и вот это все. Ну, что-то как-то я вот смотрю на это все, и меня гложет острые сомнения. С другой стороны, что, конечно, если гипотетически предположить, что будут какие-то военные действия, они, как вы знаете, в глобальном масштабе будут последними на этой земле, да, но если они такие случатся, то, в общем-то, там, за океаном все еще хуже в этом плане. Единственное, что у них может быть просто подложка мощнее, чем у нас, но я об этом уже говорил. В определенных выпусках не хочу сейчас это осинное гнездо ворошить про экономику наших двух стран. Но вот, тем не менее, именно какая-то моральная составляющая, она просто девальвировалась. Поэтому я никогда не, в общем-то, не даю, по крайней мере, стараюсь не давать советов, но я в очередной раз призываю вас, ну, каким-то образом будьте более собраны, в конце концов. Ну, то есть, если вам что-то непонятно, ну, поищите это самостоятельно, ну, это же не сложно. Зачем? Зачем вы демонстрируете свою тупость любым вот этим вопросом? А что это значит? Да вот же, есть тебе ответ прямой. Там, причем, вариантов миллион. Выбирай, что хочешь, какие угодно источники, все тебе расскажут, все тебе покажут. Сейчас есть просто видео, вот просто для блондинок, понимаете? Начиная от того, как, я уж не знаю, там, господи, что-то там нажать в инстаграме и заканчивая каким-то очень сложными, технологическими моментами, связанными, не знаю, там, с починкой автомобиля. То есть, все это есть, это все есть. и почему, почему нужно каждый раз отвечать, почему человек тебе пишет на стене и он думает, что вот ты только тем и озадачен, чтобы конкретно ему это объяснить. Ты ему не учитель, ты ему не сват, не брат, никто на белом свете, но почему? И он обижается, если ты его игнорируешь. Вот такой получился спич. Возможно, не у меня одного такие проблемы были и ни одного меня это гложет. Собственно, вы можете на эту тему высказаться вот там внизу. В этом сезоне что-то как-то осень настала быстрее, чем в прошлом, поэтому я еще не знаю, сколько мы там будем ходить по земле ногами, я имею в виду на улице, но тем не менее, пока вот ходим в Москве на следующих выходных будет две экскурсии в субботу и в воскресенье, там, одна в Замоскворечье, на этой стороне Москвы-реки пойдем там по голдарейкам, по закопанным домам и всем остальному. В Петербурге будет несколько экскурсий, вот среда-воскресенья, как правило, там я специально подготовил одну, как обычно, по проходным дворам кусочек будет, вторая на мою излюбленную тему, великие князья, террористы и все так далее. Ну и будет через выходные тоже в Москве про Меньшикову башню, про революцию 1905 года и 1917 года, про то, как брали телефонную станцию. Ну и прогуляемся по московским переулкам, там от масонско-немасонского дома до родоначальника анархизма Кропоткина. Напоминаю, что мы едем в Берлин, на октябрь группа уже вроде как набралась, вот есть еще несколько мест на ноябрь и я буду еще набирать группу на март. Ну, судя по тому, что есть спрос, если наберется группа, поедем еще в марте. В конце января идет набор группы в Париж и я думаю, что зимой подготовлю еще несколько направлений, сейчас не буду говорить каких, надо сначала понять. По крайней мере, вот тут мне подсказали довольно дешевые варианты, даже вот европейские, поэтому следите за анонсами. Ну, а если вам это все интересно, то, пожалуйста, там есть ссылки на все, на сайт, на соцсети, на контакт, на инстаграм, электронный адрес пишите, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. На этом все, оставляйте комментарии, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok